Парикмахер ТВ Нежелание большого количества парикмахеров разговаривать с видеокамерой делает мастер-классы с голосовым сопровождением редким продуктом на проекте Парикмахер ТВ. Давайте посмотрим. Привет! Сегодня мы будем стричь очень интересную стрижку. Она достаточно коммерческая и в повседневной работе мы часто с ней сталкиваемся. И сегодня я хотел показать, как ее выполнять правильно. То есть какую мы сегодня задачу перед собой ставим. Первое. Мы видели, что у нашей модели достаточно большой объем. То есть волосы густые, пористые и чрезмерный объем усложняет уход за волосами и делает форму не настолько сбалансированную. Мы постараемся нашей стрижкой сбалансировать форму, создать более вытянутый силуэт. И при том, чтобы целостно картинка смотрелась гармонично. Первое, что мы сделаем, это мы обозначим длину. И первая техника, которую мы будем выполнять, это линия. Для того, чтобы постричь линию, мы должны сначала определить естественный распад волос. Для этого мы расчесываем все волосы назад и смотрим, где они у нас распадаются. Наше деление получается очень четкое. Мы определили наш естественный распад. От макушки мы делаем деление до краевой линии затылка. Стараемся при этом выдерживать максимальную симметрию, так как стрижка у нас будет симметричной. Начнем мы стричь с затылочной зоны. Для этого мы делаем слегка диагональное деление. Когда мы пострижем диагональ в обе стороны, когда волосы высохнут, оно все выровняется и у нас получится ровная линия. Начинаем стричь с левой стороны. Краевая мы отделили очень тонко. Мы можем увидеть, как разворачиваются волосы. И нам таким образом легче определить длину. То есть либо выше, либо ниже, чтобы волосы ложились правильно. Мы отчесываем их, но не отчесываем их от корней, потому что у корня должен оставаться этот естественный объем. Мы прижимаем волосы. Расческа у нас параллельна нашему делению. Мы прижимаем и делаем срез. Переходим на противоположную сторону. Опять же расчесываем волосы. И с этой стороны можем наблюдать, что у нас есть вихрь. Это мы должны также учитывать. Я туда перехожу на широкие зубья, чтобы не делать чрезмерного натяжения в этой зоне. И состригаю. Проверяю баланс. Первый контрольный я доволен. Отделяем волосы параллельными делениями. Следующая наша прядь. Мы отчесываем. Прижимаем. Четко видим наш контроль. Мы должны четко следовать нашей контрольной линии. Только тогда у нас всегда получится четко и ровно. И мы не собьемся с намеченного нам пути. Последняя прядь с этой стороны. Мы дошли до затылочной кости. И после того, как мы прострижем, мы перейдем на противоположную сторону. И будем стричь правую сторону. В зоне вихря мы не прижимаем сильно волосы. Потому что мы получим в этой зоне чрезмерную градуировку, которая нам не нужна. Наши пряди достаточно тонкие, чтобы мы видели свою контрольную линию. И прядь за прядью мы продвигаемся к нашей затылочной кости. Это будет наш пункт, с которого мы будем менять немного технику, которую мы будем стричь дальше. И визуально проверяем себя на сбалансированность. И если нам нужно что-то почистить, подчищаем. Но главное не перестригать то, что вы уже создали. В зону, в которой мы пройдем дальше, мы будем слегка градуировать. Для того, чтобы наш край получился более заокругленным. Не массивным, тяжелым, а более мягким. Мы будем продолжать двигаться такими же делениями. Но мы будем слегка приподнимать наши пряди, ориентируясь на контрольную. Угол поднятия у нас невысокий, так как нам не нужна крутая градуировка. Нам нужно просто очень мягенькое и легкое заокругление по периметру. На этой точке мы останавливаемся и переходим на противоположную сторону. Для того, чтобы сбалансировать форму и точно понимать, на какой угол мы поднимали, я беру немножко предыдущий и последующую. И состригаю. Мы должны стараться поддерживать волосы равномерно увлажненными, но не мокрыми. Чтобы у нас была везде равномерная степень натяжения волос. Наша расческа всегда параллельна нашему делению. Но у корней мы не прочесываем. Мы начинаем двигаться немного дальше, проезжая линию корня. И последняя прядь в этой зоне. Теперь мы должны сделать на этом этапе, когда мы дошли до симметричной зоны с одной стороны, с другой стороны. У нас два наших деления сошлось. Теперь на этом этапе мы сделаем проверку, так как мы дальше будем переходить же на височную зону. И чтобы быть уверены, что эта часть у нас выполнена правильно, мы должны себя проверить. Проверяем мы всегда в противоположную сторону от того, как мы стригли. При перепроверке мы только подчищаем то, что мы стригли. Мы не выполняем стрижку. Мы закончили перепроверку нашей затылочной зоны. И теперь мы приступим к височной. Переход к височной зоне мы осуществляем таким вот образом. Переходя на висок, у нас есть контрольная точка за ухом, на которой мы ориентируемся. И наше диагональное слегка деление, которому мы будем следовать. И начинают нашей контрольной. Параллельно нашему делению мы продолжаем линию. Те волосы, которые у нас падают на затылок, мы пока не градуируем. Мы их вписываем в ту линию, которая у нас уже создана. И на этом этапе с этой стороны мы заканчиваем. Теперь делаем то же самое с этой стороны. Расческа параллельна нашему делению. Мы вычесываем волосы, захватывая и нашу контрольную заушную раковиной. На этом этапе мы приступаем к следующей технике выполнения. Теперь мы будем добавлять к этой форме слои. То есть так как у нас волосы достаточно объемные, мы хотим слегка убрать этот объем, оставив нашу форму. Мы распускаем теменную зону, разделяем по естественному распаду волосы и переходим обратно к затылку. На затылке мы будем выполнять слои. Мы хотим оставить ту же форму, но сделать ее более вытянутой. Поэтому техника слои это то, что нам в этом случае поможет. Для этого я разделяю волосы на затылочной зоне. Начиная от макушки, беру свою прядь от затылочной кости. У меня есть мой контроль. Все остальное вверх мы будем снимать. Вот наша первая прядь. Прямой угол здесь, прямой угол здесь. И визуально проверяем, как у нас падает волос. Теперь делим нашу контрольную прядь пополам. И берем небольшую последующую прядь. Подтягиваем последующую к предыдущей. Четко видим нашу контрольную. И выполняем срез. Мы будем идти не параллельными проборами, а радиальными. Постепенно разворачивая нашу прядь. Мы перейдем с вертикальных делений к горизонтальным. Это будет постепенно. Благодаря этой технике мы сохраним наш объем за ухом. Дальше мы переходим на теменную и височную зону, их соединение. Мы подтягиваем теменную зону и височную в сторону затылочной. И соединяем с той контрольной прядью, которая у нас образовывается на затылочной зоне. И соединяем. Каждую последующую мы тщательно почесываем и вводим нашу контрольную прядь. Необходим очень тщательный контроль того, что вы делаете. Благодаря тому, что мы подтягивали все волосы назад, мы получили достаточно хорошее удлинение к лицу. Но это удлинение, оно немножко больше, чем нам нужно. Поэтому, отделяя волосы горизонтально, мы соединяем теменную зону с той контрольной, которая у нас была задана ранее. Переходим к левой стороне. И опять радиальными делениями будем стричь затылочную зону. Таким образом мы дошли до нашего разделения через наивысшую точку к уху. И теперь мы начинаем стричь нашу соединительную зону в висок и теменную. Потягивая все к контрольной, которая образовалась на этой линии. И теперь соединяем наш висок, нашу контрольную, которая у нас была создана ранее. Теперь мы приступаем к сушке волос. Очень важно, выполняя сушку волос, правильно высушить корень. Сначала высушиваем влево-вправо, для того, чтобы корень приобрел свое естественное направление. Потом мы начинаем подхватывать волосы, просушивать по длине, подворачивая слегка на концах. Для того, чтобы волосы получили естественное закругление, как у корня, так и на концах. После того, как мы высушили волосы и вытянули их на утюг, мы должны почистить контуры и проверить себя по периметру. Начнем мы чистить с затылочной зоны. Мы крупными зубьями вычесываем волосы и находим то, что нам нужно почистить. После того, как мы закончили чистить наш контур, мы будем приступать к проработке волос. Начнем мы с затылка. Подытожим то, что я создал. Наша задача была убрать чрезмерный объем, форму вытянуть, но при этом создать ее более гармоничной. Что для этого я сделал? Сначала на затылочной зоне мы простригли вогнутую линию. После чего, дойдя до затылочного бугра, мы начали ее градуировать, для того, чтобы краевая линия у нас не получилась совсем массивной, чтобы она была мягче. После чего мы перешли на висок. Идя слегка диагональными делениями, мы стригли все в линию. С одной стороны и также с другой стороны. Для того, чтобы у нас не получилась в этой зоне дырочка, мы прижимали над ухом и под ухом. Дальше мы создавали слои, для того, чтобы убрать наш лишний объем и вытянуть немного форму. Для этого мы подтягивали волосы как будто бы к стеночке на затылке. И постепенно радиальными делениями переходили в зону от макушки до уха. Всю соединительную зону между виском и теменной зоной мы подтягивали на стационарную контрольную прядь, которая образовалась на затылочной зоне. Постепенно придвигаясь к лицу, мы подтягивали все назад. Благодаря этому мы сохранили длину к лицу и максимально вытянули форму, благодаря тому, что мы создавали слои, подтягивая волосы выше 90 градусов. И в результате мы видим, что наша форма вытянутая, у нас нет в этих зонах чрезмерного объема. И также, если мы будем вращаться, мы видим, что форма в целом более вытянутая. Майкмахер ТВ